здравствуйте друзья меня зовут александр паснова я рад приветствовать вас на моем канале закоренел цветочник сегодня снова счастливых день для моих цветов ко мне в гости приехала ульвия который сейчас снимает сейчас она за мной походит немножко я вам покажу ну скажем так еженедельные еженедельный оббег моих цветов на первом этаже это только часть а потом я и посажу заниматься рабским трудом и заниматься испанским языком и чуть-чуть поработаю а вы будете наблюдать за этой прекрасной девушкой как она ковыряется цветах тем более что она добровольно вызвалась на этот подвиг за что я безумно благодарна и так мои фикусы которые мы пересадили я вам показывала как это все происходит кстати драться на нет я буду еще с обрезать не совершенно она все уже драться не больше не жить она умерла сейчас я буду это все потом проходить собирать умерла потому что смотрите вот они какие листики все жрали жрали она пыталась пыталась выжить вот я состригла ствол он уже коричневый значки уже больше не жить так у меня вот здесь отцвела кливия тоже ждала пока кто-нибудь меня поснимает то есть у кливе я обрезаю вот такую цветоносу основания не оставляю не для ягодок не для чего но в принципе если хотите пытаться и размножьте оставляйте вот эти коробочки из них я так подозреваем сейчас ковырнем и посмотрим да видите вот тут есть семечки я думаю что когда они вырастут от эти булочки ее можно посадить как ни странно очень жаркая погода но почему-то у меня за неделю цветы высохли не все поэтому поливать их тоже буду не все будущее смотреть по их состоянию фикус обрезала листья в принципе катя вино там не написала что у взрослых бенедиктов естественное состояние когда сохнут кончики но не соглашусь потому что сохнут они не все кончики и могу сказать что от новые листья пошли на новых листьях никаких покоричневений нет это что я обрезала в принципе мы остановили процесс засыхания и они зеленые ничего с ними не происходит пойдем ульве со мной так здесь у меня небольшая перетурбация тоже те орхидеи которые здесь стояли за цели я их вынесла ведь у меня еще одна набирает бутончики как только она расцветет я поставлю туда где мне будет у нее хорошо видно поэтому здесь у меня такой как хорошие здоровые орхидеи которые я жду пока не зацветут у меня дома появился эпидендром те кто видел ролик наверное порадовались какая-то интересная орхидея я решила понаблюдать за ней дома взяла ее с собой на дает в какие-то нету боковые крышочки новые пошли все нацвела я взяла потому что не очень смешные цветочки такая злая орхидея она очень занятная посмотрим как она себя ведет уже понаблюдаю за ней домашних условиях потом вам расскажу ну и собственно еще один фаленопсис раз уж мы сюда дошли давайте я вам покажу еще разок для тех кто не видел для тех кто не видел вот смотрите у нас есть цветонос вот этот цветонос кусочек мне уже не нравится видите он такой достаточно вялый и желтоватый мы берем ближайшую рубчик почку не знаю как назвать и над ней режем причем это делаем для того чтобы у нас пошел новый цветонос оттуда это нет не здесь я видела пойдемте дальше здесь у нас у меня расцвела расцвели две орхидеи их перенесла сюда чтобы лучше видеть они со мной уже пару лет прошлый раз когда они зацвели я взяла их подошла к ним с решительностью вот кстати смотрите видите этот цветонос был зеленый он покричневил мы его обрезаем уже у основания потому что уже шансов что из него что-то пойдет нет он уже умер до тех пор пока цветонос зеленый мы его оставляем вот на этом цветоносе уже третий раз происходит цветение такая у меня светло-лимонная орхидей к и вот очень мне нравится вот этот вот цвет бронзовой орхидей к обратите внимание я их не подвязываю к палкам есть такое очень модное направление в европе называется дикое цветение то есть когда мы отпускаем цветонос расти так как ему вздумается но и по длине вот например вот этой его цветоноса вы видите что пока цветонос зеленый может еще расти 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 и в принципе чисто теоретически он может еще надавать боковых побегов тогда будет бранчевое цветение у нас сингониума который я кручу по два-три раза в неделю потому что не сразу вываливаются меня в окно им там интереснее наверное на соседей смотреть вот я чувствую что скоро уже я буду стричь и укоренять чтобы они у меня не валились потому что ну не знаю пока я еще не определилась но скорее всего буду черенковать делать более пышный куст вот сейчас вот он так повисит через три дня он уже будет торчать в окошке говорят подсолнухи подсолнухи только вертится за солнцем не правда не только подсолнухи все цветы у нас вертятся за солнышком на линка который меня с одной стороны лысого то по сравнению с другой уже не помню почему так произошло что с ней но набраста эту какие побеги не тот раз тут сейчас лысый страна ведь она тоже поворачивается кстати к солнышку поэтому если вы регулярно будете чуть-чуть подкручивать растение она будет расти более равномерно и кстати по всему очень хорошо полила на прошлой неделе миска мокрая еще поливать не буду прям стендапсики мне разрастаются очень очень люблю их прям очень они мне нравятся так аспарагус я все не обнаружила что мои вредители коты которая была за них уверены спокойно что они меня послушные кошки сайт что они мне делают они очень любят именно этот аспарагус аниму просто откусывают и бросают листья не знаю чем он ему так угодил не угодил но если они не прекратят это безобразие я думаю что придется мне его от них прятать сейчас это приподниму улья меня спросил можно ли размножить через веточку через веточку размножить нельзя но вот эти аспарагус очень хорошо стоят срезки если вы собираете какие полевые там ли садовые цветы режете тут эти аспарагусы вдруг у вас сломалась ветка можете совершенно спокойных добавлять как зелень они где-то до месяца стоят не сыпятся когда мне первую веточку сломали к ты это был недельным 2 назад им сейчас покажу но у меня стоит и хорошо себя чувствует потом приду с ведром буду пойдем покажем здесь у меня ну вот три недели она вот только начала сыпаться надо будет сейчас налить новой воды поставить новые веточки то есть три недели вот она стоит в одессе не собственно ничего не происходит поэтому как зеленушка это у меня был намек мужу что у меня цветов я срезала веточку поставил игры чтоб не цветы никто давно не дарит так драться на суркулозу который буквально два дня назад я занесла с улицы она мне продолжает показывать он всем сам видом что и там было плохо что она недовольна моим поведением но я думаю что она сейчас чуть-чуть постоит и все с ней будет хорошо главное что ее уже никто не жрет так колладиум который кстати вот я очень надеюсь что он найдет своего нового владельца потому что у меня таких колладиума проснулась два вот один который пожиже я оставлю себе потому что он у меня обрастет муж очень просил это большая редкость когда он просит и посмотрите он у меня цвел вот уже засох цветок кстати как выглядит цветок колладиума то есть это вот такой початок и там внутри но там не раскрылся мы сейчас его расковыряем потому что буду обрезать все равно видите вот такая вот штучка вот так цветут колладиума по-моему он прекрасен называется сорт у него крылья ангела огромные листья хорошо что я себя умею сдерживать и не забираю себе все цветы которые только возможно весь местный северия которая вырастает очень медленно но я все надеюсь что она немножечко загустится и скоро уже уйдет в магазин кинки который я забирал тоже из магазина потому что он начал себя там не очень хорошо чувствовать он вроде стоял стоял обрастал но что-то ему не нравится видите начал желтеть сейчас я его чуть-чуть подстригу жара все невыносимое вообще дышать ничем лето это конечно прекрасно не знаю я не очень люблю жару скажу любишь потей вот правильно у нас от сентябрьская вот а я зимняя поэтому я люблю зиму ну короче кимки не самый простой фикус с одной стороны но если уж вы ему понравились он у вас будет расти я надеюсь сегодня у нас дойдут руки до мытья и пересадки фикусов в детской комнате мы снимем об этом отдельный ролик тоже давно хочу заменить страшный горшок со стойкой у ребенка уже даже припасла горшочки вот этот аспарагус котов не трогает абсолютно при том что он на такой же высоте стоит и не менее пушистый но вот именно тот сорт вызывает у них какой-то нездоровый интерес в плане обгрызания листиков все него не едят а них просто надкусывают а он мокрый так как я раз в неделю подбегаю не всегда раз в неделю точно и проливаю хорошо не с вами на жару они почему я вернее догадываюсь почему они не высохли потому что было было очень влажно да было влажный сыр вот ну ты за влажной погоды и здесь у меня из магазина ко мне пришли два хлорофитума тоже их поставила чтобы они пообразили немножко я надеюсь тут произойдет течение ближайших пар месяцев они обрастают довольно быстро солнышко тесим хватит у меня западная сторона то есть все что нужно это цвет больше ничего будет им полное счастье так что у нас тут карина карпус влажный поливать не буду фикусы которым рабуста многим не дает мой покоя но мне он нравится таким как он есть уж извините да на вкус и цвет все фломастеры разные у нас то этого я сейчас оборву листа мне не нравится ну вот собственно тоже на вопрос можно ли сажать разные фикусы у меня сидит рабуста он такой был уже знаешь очень много лет я не знаю это не болезнь это не болезнь нет его никто не жрет вот в такую крапинку и я причем наблюдаю за ним он уже нет наверно 7 вот с таким листом и он не отваливается хуже он живой хуже не становится здесь нижней тоже такой же вот видишь вот ну подвали ли это у него таки ну вот здесь у меня белиз вот ему видишь розовенькие листики тинеки с беленькими их регулярно поворачиваю чтобы им одинаково хватало солнца ну и что так нефролипсия недавно замачивала моего уже пора пора парень сейчас сделаем так чтобы вы не носите тоже все жду когда мне дойдут руки для того чтобы его пересадить на что-то прилично так эпифилом эпифилом да ну вот не знаю нам буду очень попозже стричь ну вот видишь он такой вот немножко несуразный но ради цветов да ну того стоит так эксперимент фаленопсис у меня продолжается мне написали что просто их недостаточно часто замачиваю кто-то написал что такие листья от убирать не надо ну не знаю не уверена насчет того что надо оставлять такие листья корень в принципе от у него зеленый живой ну пока посмотрим пока будет типа питание идет ну посмотрим пусть он не особо не мешает посмотрим тоже раньше их убирала сразу но могу сказать что-то маленьких вот они дали мне оба новые листики из серединки то есть пока не могу сказать что им сильно плохо но вот большой как-то себя не очень ни жив ни мертв короче наблюдаем вот это вот у меня фигнюшка чудо там проросло слушай интересно даже чтобы это могу быть ну оставим посмотрим что это сорняк там не растет это мой филадендрон imperial green который уже несколько раз он умирал восстанавливался не знаю я там какие-то не там от корня прошли на не опять гибнуть начали потому что был момент когда он был сильно залит пока наблюдаю как он сейчас растет немножко красивее я вам про него расскажу и вот это драцена у меня лимон лайм который то есть один ствол у нее погиб на тоненькая бульбочка у меня тут вылезла нежива не мертва короче она сейчас я вам покажу специально не стал убирать хотела подснять значит смотрите нету было там девушки претензия по поводу того что черный лист центральный с эти у нее засохли видите в центре листья вот сейчас я их оторву и мы потом посмотрим что с ней будет то есть это не будет очень любят сейчас народ говорит точки роста еще какие-то слова вообще непонятные единственное что мне в ней не нравится то что она у меня мотается вот так не буду говорить как что да и могу никак ее уговорить стоять ровно и не валится поэтому она у меня тут все на тоненькая и высокая как бы я ее не прикапывал как бы не прижимала палку мне не охота делать когда у меня девушка убирается на и двигает она начинает заваливать и никто не трогал на скорее всего бы хорошо стояла и приросла со временем но так как раз неделю ее двигают то она пока вот такая ну вроде как умирать она не собирается просто особого не не вижу так рюшечка птюшечка лера то которого надо мыть тоже вчера подходила смотрела здесь у меня такой давай мы с другой страны отойдем от он лишь нервничает значит вот такая вялая достаточно ветка бенгальского фикуса вчера рассматривал стояла внимательно то есть две штуки у меня с листьями все обрастают хорошо да дает почку но при этом он видишь ствол очень вялый скорее всего его не доливаю попробую немножко ему воды плеснуть ну ты знаешь вот я стригла наверное месяца два назад ну вот у него останавливается то есть он дальше не туда часто я попробую на стуле мне уже симпатов сошло очень жарко вот тоже вот лилизу ну пятна пятна но бывает уцить сколько у нее листьев и вот на одном вот здесь где-то у него прошло пятно почему так происходит сказать очень сложно ну вот так вот так вот он захотел попитнить немножко и вот эти вот два ты вообще сейчас оторву вот этот вот подрежу очень неудобно наверху делать иногда проще оторвать лист большой кусочек пятна не очень чисто с эстетических соображений я бы сказала еще все остальное у него хорошо и друзья вот новые листья тоже частый вопрос с красными пятнами это нормально то есть лист вот подрастает у нее вот эти красные пятна уходят то есть это специфика фикуса бояться этого не нужно какой клапачок на коне то есть вот лист не развернулся до конца не знаю сможете дотянуться он такой вот как спиралькой закрученный но тоже вот его определенная особенность но так ним не раскрылся лист до конца ничего страшного этом нет все вот видите я два три листа срезала чуть пятна все остальные листья хорошие при том что но это листья одного и того же фикуса и полив у него идет собственно один и тот же 1 в одну в 2 сколько у меня рук нет да нет на самом деле это не самое страшное вот эту драться не тоже все время пытаюсь подровнять и но у меня пытается завалиться и сейчас земля влажная буквально позавчера пробегалась лейка то что совсем сильно подсохла я проливала спать кисай крона очень большая высокая и ну у нее просто с получается вот смотри если смотреть относительно середины ствола вот эти вот стебли они больше туда плюс еще масса на кстати спать к намного очень много листьев свежих зеленых все захочу его чуть-чуть причесать плане того что у него есть тут кое-какие листики которые под завяли что ты сейчас просто кончики обрезаю то есть до половины можно обрезать вот давно обрезала он дальше не сохнет лист видите вот он как был так он остался здесь чуть пошло пожелтение можно снова могут подровнять по зеленому чтобы не было вот этой желтой окоемки так в принципе то мне чуть казалось что все хуже гораздо сейчас художественную стрижку чуть произведу не люблю когда вот эти ну были перебои у нас с поливом ну реакцию да он дает ну вот здесь вот у меня сидит тоже три по моему разных сорта я уже не помню каких забирал их в разное время из магазина сейчас патифилму не очень люблю но так сложилось что они были очень печальный я решил их оставить себе уже не ждать когда они придут себя ну и они как-то вот у меня пошли расти цвести в принципе неплохо себя чувствует я так на что с ним подружилась антуриумом еще нет антуриум по-прежнему не мой цветок не знаю почему антуриум ну вот ты понимаешь у меня да 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 на грибок это привести вот это вот а вот я хотела у меня цел давным-давно ну вот собственно сейчас его немножко разверну вот зайдешь с этой стороны то есть получилось что он стоял к свету той стороной у него все листья смотрели сюда сейчас я его разверну чтобы туда было по пушистее и чтобы он немножечко шел в мою сторону проценту надо мыть не хочешь помыть знаешь вот ее надо наверно зеленым мылом помыть да смотри заболел что начал жрать ее все на после пересадки на пусток мама и поливала почти каждый день немножко ослаб у нее иммунитет и вот то что у него так вот желтеют листья вот видишь неравномерно то есть это уже говорит о том что ее жрут помыть еще с зеленым мылом и так как я на улицу и точно не потащу мы ее обработаем этим мы смешаем все зеленое мыло и шампунь от блох и вот этим всем с двух сторон просто ее промыть ну вот этот красота в кавычках ждет сейчас я залезу все-таки не могу меня ждет пока я найду форму подходящие для подвесных кашпо я уже рассказывал два года назад не год назад мы поехали в отпуск я попросил наверное 100 стороны попросила старшую дочь мне пополивать цветы нам них так душевно полила что они все короче два месяца не поливал потом цветами не могли никак высохнуть и я думаю ладно выкину подождала подождала но в итоге начало сейчас обрастать понемножку ну то есть тут даже такая страшная вроде бы какая-то жеваная ветка выдает вот на конце не знаю сейчас я его распутаю то есть честно у меня уже сильно все смотреть нет когда я найду себе эти формы я тоже не знаю сейчас я его немножко причешу раз уж мне есть кому меня поснимать все что мертвая и прям выкину где листики есть по навтыкаю посмотрим что у нас из этого вот эти вот сгнила ветка на мы срезаем есть новый росток то есть самое обидное в том что вот эти вот все ветки они были у меня все же пушистенькие такие красивенькие не с одной стороны дорог как память с другой стороны уже видите эти червяки не могу сейчас эти какие стебли 90 процентов этих стеблей они живые сейчас мы идем порядок смотрите ну вот он здесь на конце пытается дать буду брать и втыкать кнуты да на самом деле плети плети сейчас я вам стреку посмотрим я думаю побыстрее у нас процесс пойдет обрастания все так закручивал закручивал старалась клубок змеи просто не распутываемый ладно начну с того что я не знаю как это происходит не знаю как это работает начнем с того что видно я буду сейчас так здесь у нас вот на кончике он решил размножиться на самой плети вроде бы ничего нет запасом отрежу и воткну дальше я вообще не понимаю как они у меня тут заплетены если честно опять кругов что ли господи ты пуши мой вот на это здесь идут новые побеги вот здесь идут новые побеги я прямо оставлю пусть обрастает здесь пошел но вы видите листик вот он все так отрежу здесь нету 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 выбросы здесь здесь листик есть здесь тоже побег есть все сейчас натыкаем посмотрим что ну набрать да ну то есть понимаешь что это же надо сколько силы воли чтобы сюда залезть вот это вот все размотать у меня ее нет ну смотри пожалуйста есть так сейчас уже повеселей здесь здесь подгнил мы срежем здесь срежем вот так вот отрежем у нас прям вот хороший тут тоже и вот тут то вот тогда мы сделаем вот так и вот так тогда мы сделаем вот так значит не судьба так и вот здесь так самая живучая редко так и вот так так здесь почку я оставила весь здесь ничего и вот здесь тоже не лезут листики вот этот коричневый обрежем чем не отказался где-то увидела нет ну вот собственно все что было что стало все тоже вот этот лист некрасивым у срежу давай камеру я покажу что у меня получилось получилось вот вот столько ростков ну посмотрим когда они обрастут ульве вот этот твой фронт работы на сегодня сейчас я посажу ты с них начнешь потому что это был мой эксперимент по выносу стрептокарпуса скального на улицу и я поняла что да не только фиалки но и такие тоже не любят улицу совершенно то есть не все растения можно и нужно выносить то есть каждый раз когда мы что-то делаем мы отвечаем себе на вопрос зачем мы это делаем для чего мы что-то выносим то есть одно дело когда нам надо потравить и другое дело когда растение прям рекомендуют но у тебя застекленное и в тени здесь у меня появился на поэстас из магазина тоже на клеймане его скорее всего потом в какую композицию посажу орнитогалум тоже решила я дома посмотреть как он себя будет чувствовать мне кажется сейчас еще будет свести ну посмотрим девочки так интересно обрезали царя нос на середине кала которому помнишь того пересаживали луковицу проростками ну вот она не проклюнулась еще видишь пока ничего мушки может что-то из магазина не не нет у меня из магазина это заливают переливают на ты знаешь я даже не травление у меня так как я не заливаю цветы не потом исчезают сами на ну и вот у меня появилась афиландрик появился я люблю афиландр я решила не тоже себе оставить ну вот такой хорошенький тоже кусочек гипоэстаса так замик я совсем щупал он прям наисушайший сейчас я ему плесну воды так пойдем дальше потом еще сверну сюда с мусорным ведром с метлой и с тряпкой так что тут у нас еще еще я хочу пересадить немножечко вот эти поправить композиции но это наверно уже следующим заходом все не настолько страшные посними пожалуйста вот так которая под куполом вот эта композиция с химинеотисом я этот папоротник сажала сейчас мы снимаем с тобой 14 июня 21 я сажал ее 8 марта двадцатого года и в этом химинеотисе было три листа и не снимаю вообще колпак у нас только там хорошо то есть у него идет естественный процесс и как это отсыхание старых листьев дает он новые листья и самое смешное что я не обрезаю эти листья сухие они куда-то исчезают потом сами то есть я так понимаю что они наверно отваливаются ну и как идет как удобрение то есть ничего с ним про не происходит флебодиум вот флебодиум я поняла что заглублять в стеклянную посуду нельзя ему здесь нехорошо когда он сидит сверху и у него нет такой влажности он чувствует себя намного лучше так вопросу о том что папоротники чем у них плотнее лист тем они менее требовательны к влажности хотя вот химинеотису это отношение как выяснилось не имеет видите у него там уже он новая детка какая-то пошла ну и я считаю что он абсолютно прекрасен чем мне нравится сажать стекло когда поливаешь то очень хорошо видно процесс распределения воды и видно нужно еще поливать или нет то есть ну как бы это в любой стеклянной емкости но буду поправлять немножко эти композиции тоже думал на продажу же сажал сначала мне сейчас они так хорошо разрослись у меня что-то жаба душит мне так нравится то что они стоят у меня на барной стойке . меньше мусора мне сюда складывают мы домочадца то что барная стойка это камень преткновения я уже просто устала с ними бороться не загаживают с молниеносной скорости вот у меня тут гостиничных часть цветочков стоит передали мне на хранение у форме и у форме тригона green смотрю все выбросить надо уже но что-то мне жалко если честно тут не я не полезу сейчас туда вот этот кактус у меня у меня сначала сидел в миске но потом он начал я прямо что нам пельный я пересадила в миску самое интересное он корни дают даже вот видишь вот здесь вот это зачаток корни вот у него корень но его жрет сейчас мучнистый червец буду той же выкапывать его целиком травить его что-то пересаживать сейчас даже кактусы жрут мучнистые червицы это их зараза ну и вот если у нас все не дойдут руки не уверена в то что не самое горящие хочу немножко тоже так ковыряться с композициями то есть вот эту хочу отрезать укоренить у меня просто здесь зацветает кактус я думала вытащить потравить поскольку вот это колонхо и кто-то жрет вот эти вот у меня лое кто-то жрет я хотел все это вытащить на улицу протравить но вот теперь не знаю не уверена ахонит на пункту напал мучнистый червец цеть какая пункта тоже от вопрос как быстро она вырастает до куда сколько на сантиметров 80 она есть точно самое интересное она сама по себе стоит то есть она регулярно заваливаются их подправляю на выравнивается стать дальше ну вот жрут вот жрут вот видишь то есть вот это вот зараза жрут ну что делать вот эту миску вытащим ну вот эту миску сегодня вытащим потравим вот тут я еще забрала залили мне девочки красу но она настолько просто эти покажусь им как мы прям вообще приткнем она у меня будет класситься короче миски сегодня под разберу сейчас полью тут у меня эксперимент с компонулами нет это не корешки это от листиков посмотрим и вот герань ульве уже попросила кусочек вехать и ранее ну то есть там уже сегодня будем тоже смотреть потому что прошла неделя как я перебирал и высаживал туда на улицу и соответственно данном этом ящик стоит на улице ну она в ящике но она на улице тут к вопросу о поле то есть я все поливаю раз в неделю абсолютно все зависит от количества воды и от состояния в котором я наверно себя ставлю того и мне как родное ой буду буду жить с ним раз он никто не хочет ну вот у меня видишь раз-два-три-четыре-пять шесть видов алой этот седьмое у меня съедом как разросся тот мне миску даже трогать страшно потому что вот сейчас тронешь у нее полетят я там красу ларипсалис чё там то господи чё там только нет а ну и вот собственно самое смешное эксперимент вот этот пахифит ум я вытащила из горшка тоже горшки он начал гнить но я пересадку делала я накидала вот все что было живое сюда 1 шкам сколько времени вот это тут сидит ну как сидит лежит вот это тут лежит у меня уже но два месяца точно не никак не дойдут руки что я делаю я раз в неделю подхожу делаю вот так вот так раз в неделю все да и вот за два месяца ты видишь у меня тут сколько детей она ничего не гниет не сохнет дает корешки ну и короче вот не знаю я куда я потом это посажу куда-нибудь посажу и потому что тут просто добавить воды с неделю так в миску не собственно все так друзья вот для понимания до того чем я занимаюсь или чем я не занимаюсь это сейчас прошла только первый этаж без улицы без протравки без пересадки без мытья без удобрений без всего час час времени еще наверное минут 15 я буду сейчас убирать последствия своего прохода поэтому прежде чем задавать мне странный вопрос чем я таким занимаюсь что у меня цветы в таком состоянии поверьте мне всегда есть чем себя занять это видео мы завершаем и сейчас ну не знаю как там посмотрим может быть магнит наверное улью смонтирую его в этот кусочек сейчас я улью попрошу мне начать черенковать стриптокарпус сейчас мы с ней пойдем посмотрим герани а дай кстати герани разберем сразу чтобы не этот и пойдем туда прикопаем в горшок господи чтобы уже не возвращаться к этому а там может на месяцах дело дойдет наверное не знаю сколько времени назад я это все выковыривала смотрела но тут уже все фу-фу-фу подтухла так ну что корни есть сейчас пойдет на высадку корни нет но есть бутончик она кстати вот собирается цвести корни пока нет но она цветет да вот это у меня я уже нет есть корешок частично в воде лежала сейчас высадим так корни есть корни есть сейчас тоже пойдет горшок корни есть прекрасно хочешь тебе сейчас посмотрим какие белые есть так здесь пока нет корней здесь пока нет корней здесь прямо ну прекрасный корни и даже вот какая-то детка пошла хризантема у меня вот стоит тоже у меня был эксперимент не хочу больше посмотреть не дает она мне корни не знаю оставить еще постоять не оставить так вроде живая ну пусть побудет ну то есть мы с тобой срезать одновременно часть уже там сидит потому что это ну тот вообще прелестно действительно ладно хочешь жить пойдешь дадим те шанс крышки тогда это сдохло вот этот цветет на крышков не дает час мы чуть-чуть уберем отсветший вернем обратно так вот это хризантема тоже вроде как живая посмотрим фу-фу-фу прямо гадость какая-то корень же да все пойдет часто начинается кокосы ножки ну нет меньше половины тогда помнишь полный миску но часть то там сидит уже ну вот это еще без корней ну вот своих учете вот кореш очками дам хочешь давать тебе там такую еще без кореш очка все сейчас тогда я во что-то маленькое уже пересажу тоже этого горшка очень много для них ну мы постараемся все сейчас мы пойдем вот это вот прикопаем и заодно подснимем что там у нас растет сейчас грязь и как всегда то тебя так пойдемте вот смотри и закрой пожалуйста кошки не выскочили вот они у меня здесь их вытащил на солнечную сторону ты знаешь им тут по-моему абсолютно прекрасно потому что герань растет в южных странах и очень хорошо себя чувствует так но я ее чуть-чуть причешу так это у нас первый горшок ну я вот не пойму ну он не вроде корней нет и но и листьев нет но при этом она такая посетит так и здесь на уже вот это отцвела там тут сын баланчиками мы не ранее вот это вот уже все хотя слушай нет не все извините дамочка да 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 ну ты посмотри она видишь чудала то есть она на этом пеньке да пусть сидит простите не хотела вас обидеть да сейчас воткнем обратно так ну да вот это видишь черенки которые я уже прикапывал которые дали корешки ну собственно сейчас даже не знаю дачу подсадить большую сейчас сюда прикоп ой будем загущать посмотрим как она с улицы домой зайдет ну чё тянь стыдно ты же там без выходных работаешь чё-то ну вот ты знаешь туда во всех южных странах убирать сажают на балкон и все нас совершенно спокойно переносит ну у тебя достаточно светлая квартира ну вот я их вынесла я хочу сюда еще кактус вынесет что потравить сейчас будем смотреть что можно что нельзя частью не вынесем потравим ой ой смыла у нее детка тут не боюсь ее оторвать в процессе ну вот собственно не очень конечно пока праздничный она выглядит но тем не менее вот думаю может быть вот это еще стригануть у нас же уже чему-то даю не постригли она цвела сейчас мы ее поставим она уже цела некрасиво так она торчит этими лысыми палками ой извините пожалуйста ты представляешь вот не посмотрела она уже вся обрастает ну значит вот так поставим черенковать так ну обрастает да это не буду тогда трогать пусть обрастает ну вот здесь точно не обрастает здесь тоже да я не вижу все ой простите все сейчас тогда мы это добавим пусть стоит так потихонечку ее да это обрастает пошла потихонечку сострижу будет у тебя пустовая да вообще не хотела ну вариантов нет ой на улице очень жарко да так друзья сейчас я сольюсь по-быстрому и мое место займет прекрасная ульвия и 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 Здесь Bronizore Два части первого этажа Привели в порядок стриптокарпус Полила я цветы Ульвия мне выстригла что-то, помыла И вот видите, у меня экспозиция здесь поменялась То есть вынесли эту глоксинью на протравку Сразу покажу, почему Что мне в них не понравилось Вот видите, как я определила, что глоксиней кто-то жрет То есть вот такой вот нездоровый налет Ну вот есть у меня подозрение, что это трипсы на нее напали Раньше я с такой напастью не сталкивалась. Новые листики у нее лезут здоровые. В принципе, можно просто обрезать. Но я попробую потравить, посмотреть, что будет. Надеюсь, что получится вылечить. Если нет, я просто уберу вот эти вот зараженные листья и буду ждать, пока она обрастет заново. Самое обидное в том, что она цветет. И вот эту красотку я хотел сегодня посадить ребенку, но, видите, я обнаружила на ней. Мучнистого червяца. То есть, когда мы близко не подходим к растениям, не рассматриваем, вот у нее в пазушках между бутончиками и листиками эта зараза завелась. Хотя она, видите, какая вся хорошенькая с виду. Красивенькая. И на обратной стороне листьев у нее, кстати, пока ничего нет. Поэтому травить буду точечно, прям брызгать. Вот это между пазушья. Ну, это я уже буду делать без ульвии, потому что тоже не могу ее держать сутками напролет. Значит, у меня появилась здесь из новенького нефролепис. Какой-то тут у меня папороточек миксовый, красула, пахира, которая стояла там рядом. И на ней тоже завелся мучнистый червец. То есть, тоже протравлю репсалис, фикус джинсенг. И вот здесь вот мы вытащили гипоэстез и антуриум шерца. Ну, то есть, если не... Видите, знаете, какой ужас вообще. Не знаю, выздоровит или нет, потому что, ну, очень сильная стадия заражения. Честно, тоже обнаружила это вот только буквально сегодня. Когда просто подбегала, поливала, я не обращала внимания, что с ним что-то не так. Поэтому призываю вас внимательно смотреть на растения во время полива. Если вы не хотите, чтобы они у вас заболели сильно, вы всегда можете в первую очередь отследить, когда поливаете, все ли с ними в порядке. Если что-то замечаете, сразу начинаете обрабатывать от вредителей. И ваши растения дальше пышут красотой здоровья. Надеюсь, это видео было вам интересным. Я уже, честно говоря, взмокла тут, пока мы бегали с ней. Ульвия стоит уже такая в полуобморочной состоянии. А нам еще пересадка монстера и цветов в детской комнате. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. И надеюсь, до новых встреч.